Если вы не знаете, чем заняться на самоизоляции, смотрите 200, с нами всегда интересно. Доброе утро, с вами Иван Шурнов. Сегодня мы расскажем, как не заскучать, сидя дома, кому на карантине сложнее, чем нам и гимн в вымутом руках. Думаете, только ваша жизнь изменилась с рефадом на самоизоляцию? А вот и нет, некоторым стало еще сложнее. Об этом расскажет Данил Шурнов. Пришло счастье, откуда не ждали. Наверное, если бы домашние животные умели разговаривать, они бы так и отозвались о самоизоляции. Если до нее Барсик и Рексы большую часть времени проводили дома в одиночестве, то отныне они обречены на бескрайнюю хозяйскую любовь и внимание. От них теперь скрыться совсем невозможно. Это не просто холодильник, это дом. Угадайте, для кого? Ладно, не будем долго томить. Это дом для кошки. Буся, привет. Будешь выходить? Не будешь? Тебе здесь нравится? Точно? Давай выходи. Ну ладно, как хочешь. Все, пока, Бусь. Собакам-то еще повезло. Теперь с ними гуляют не два раза в день, они редко и все пять. А вот кошкам, судя по видеоотчетам из интернета, чаще достаются водные процедуры. Идешь мыть руки, помой котика. Видимо, так рассуждают многие хозяева. А вот мой кот карантин переносит по-своему. Каждый день с утра до вечера он ходит и выпрашивает у всех еды. Нет-нет, а кто-нибудь издается. Ты скоро уже лопнешь! Эй! Гораздо сложнее приходится животным, живущим на улице. Бродячие кошки и собаки, привыкшие к тому, что их все время подкармливают добрые старушки, теперь остались без кормильцев. Ну, волонтерская работа, на самом деле, она никогда не прекращалась, потому что это чинишь, что животные всегда хотят кушать. И, в общем-то, если уж мы берем на себя ответственность за работа о них, то бросать их ни в коем случае нельзя. Самое трудное было, пожалуй, на прошлой неделе, тогда, когда был был запрет на выход вообще везде, куда бы то ни было. И в чатах волонтерских, причем не только в зоозащитных, а в принципе волонтерских, обсуждался момент, каким образом получить это самое разрешение. В поисках еды в опустевшие города потянулись совсем дикие животные. Например, в других странах, где карантин длится уже много недель, на улицах появляются самые разные звери. У Эльс захватывают горные козлы, Польшу, Лани, Израиль, кабаны и волки. В Талии к берегам канала безбоязненно выплывают дельфины, в Чили по улицам бегает пума, в Америке медведи и койоты, во Франции кабаны, в Японии олени. Но, пожалуй, самого неожиданного зверя удалось заметить в Испании. Будем надеяться, что нам природа сюрпризов не готовит, ведь всегда лучше кошка в руках, чем зоопарк под окнами. Специальный медицинский хвостей Дениусы вновь. Для тех, кто любит читать, самоизоляция – самое лучшее время. Специально для них у нас по грамме обзор самых интересных книг. Всем привет! Сейчас самоизоляция, и все сидят дома. У вас появилось свободное время, в которое можно почитать. Поэтому появилась рубрика, в которой я буду советовать девочкам разных возрастов одни из самых увлекательных книг. Нашим маленьким зрителям особенно хороши сказки. Сказка – это волшебный мир, где каждый найдет что-то для себя. Мне особенно нравятся сборники со сказками разных писателей. У меня вот такая книга. В ней сказки как зарубежных писателей, так и русские народные. Одна из моих самых любимых – «Царевна лягушка». Думаю, что вам тоже очень понравится. Всем советую прочитать. Иногда так хочется, чтобы у тебя была собака, но родители против. Знакомая ситуация. В такую же попала девочка Эмили. Главная героиня книги Холли Веб – «Мечта Эмили». Эту книгу будет рада прочитать каждая девочка, учащаяся в начальной школе. Эмили безумно хотела собаку, но родители были против. Она придумала, что делать. А получилось у нее или нет, вы узнаете, прочитав книгу. Иногда так сложно сказать, что с тобой случится в следующую секунду. Вот и для главной героини книги флешка для звезды, написанной Верой Ивановой. Для Сашули Алешиной обычная прогулка с собакой превратилась в настоящее приключение. Ее четвероногий друг принес в зубах флешку с записью песни. А Сашуля тем временем познакомилась с потрясающим парнем. Эта книга особенно подойдет девочкам постарше. Я уверена, что эти книги вам обязательно понравятся. Ну а что прочитать, когда они закончатся, я расскажу через неделю. До встречи! Уроки сделаны, книги прочитаны. Чем же еще заняться на самоизоляции? Об этом смотрите в сюжете. Настя Багушевская Если вы переделали уже все дела, переиграли все игры, которые у вас есть, и не знаете, чем заняться, то я предлагаю вам сделать настольную игру Лабиринт. Это идеальный вариант для тех, у кого есть младший брат или сестра. Она отличает их. Да не только их. Взрослые тоже с удовольствием в нее играют. Ну что, начинаем? Нам понадобится Линейка Ножницы Лей Карандаш Трубочки И бусинка Неизвестно, какой народ придумал лабиринт. Зато точно известно, что главной постройкой Египта является не пирамиды, как полагает большинство, а огромный лабиринт. Самый известный лабиринт по преданию был построен на острове Кри. Афинским скульптором. Первый шаг. Нужно нарисовать лабиринт. Я воспользовалась карандашом и линейкой, чтобы линии были ровнее. Вы можете срисовать мой лабиринт или придумать свой. Начертить лабиринт не так-то просто. Старайтесь не делать совсем мелких черточек. На них будет сложно приклеить трубочки. Но и чересчур длинные линии чертить тоже не надо. Так лабиринт получится скучным. Второй шаг. Нужно приклеить трубочки. Мы выпрямляем трубочку, чтобы ее было легче приклеить на углы лабиринта. Кстати, трубочки для лабиринта не самый удивительный материал. В мире есть огромные лабиринты, где вместо стен церкала, растения, вода или даже настоящие скалы. А самые популярные лабиринты в мире – это, наверное, магазины Икеи. Они устроены так, чтобы на пути к выходу покупатели обязательно прошли их все вдоль и поперек. Теперь, когда мы приклеили целые трубочки, осталось доклеить мелкие детали лабиринта. Хорошенько прижимайте трубочки, чтобы они точно приклеились. На том, чтобы сделать этот лабиринт, времени нужно совсем немного. Ну вот и все. Наш лабиринт готов. Осталось положить в него бусинку и наслаждаться игрой. Ждите нашего нового мастер-класса в следующем выпуске. Мы не дадим вам заскучать. Специально для детских местей Настя Бабушевская. Что еще можно сделать, не выходя из дома? К примеру, снять клип. Именно так и поступила группа «Соловушка». Мы делаем выбор сами. Вы оставайтесь дома с нами. Мы карантин соблюдаем дома. Ты уходи навсегда, корона. Мы делаем выбор сами. Вы оставайтесь дома с нами. Мы карантин соблюдаем дома. Ты уходи навсегда, корона. Только от себя зависит. В жизни все ты так и знай. И помочь вокруг всем можешь. Руки мой и не гуляй. Учим все дистанционно. Так танцуем и поем. И в театр из телефона мы выходим день за днем. Можем вирус вместе мы прогнать. Если мир и соблюдать. Мы делаем выбор сами. Вы оставайтесь дома с нами. Мы карантин соблюдаем дома. Ты уходи навсегда, корона. Мы делаем выбор сами. Вы оставайтесь дома с нами. Мы карантин соблюдаем дома. Ты уходи навсегда, корона. Мы делаем выбор сами. Вы оставайтесь дома с нами. Мы карантин соблюдаем дома. Ты уходи навсегда, корона. Мы делаем выбор сами. Вы оставайтесь дома с нами. Мы карантин соблюдаем дома. Ты уходи навсегда, корона. Мы делаем выбор сами. Наш выпуск подходит к концу. Впереди вас, как всегда, ждет афиша и инструктаж по погоде. Не скучайте дома. Пока-пока. Во время карантина нет возможности выйти на улицу. Поэтому мы сегодня вам расскажем о разных интересных местах, где можно побывать онлайн. Недавно я побывала на сайте Интеркласс. На этом сайте можно научиться рисовать красивых животных, мультяшных персонажей или просто какие-нибудь красивые песни. Совсем недавно я побывала на сайте музея Эрмитажа. Этот музей находится в Санкт-Петербурге. Я всегда хотела там побывать, но никогда не было такой возможности. А сейчас, когда существуют экскурсии онлайн, я побывала там и осталась очень довольна этой виртуальной экскурсией. На сайте зоопарка в Санкт-Петербурге можно посмотреть на различные животные и кинуть ученышки. Например, как спать куалы или как прячется в кустяшке-панеделье. Но не конфеты, а мясные шарики. Можно исключать эту раскраску, делать поделку или приедать в игру. Кстати, зоопарк исполняется в сто лет. Сегодня я вам расскажу про московский зоопарк. Это самый старейший зоопарк Европы. Ему уже целых 156 лет. В нем содержится более 10 тысяч особей. Во время карантина вы сможете посмотреть закрытые вольеры, которые раньше нельзя было увидеть. В интернете очень много интересного и увлекательного. Ребята, не скучайте на самоизоляции. Будет очень круто. На улице погода в эти выходные не задалась. Прогноз обещал дождь и даже снег. Но все равно будет тепло. На балкон можно смело выходить без шапки и без варежек. Только не забудьте от собой бинокль. Говорят, там уже первые подснежники расстрели.